Каспро и Верх входит в число обязательных мест для посещения Закопаны. Именно здесь понимаешь окончательно, что Закопаны – это курорт с горах, а не горнолыжный курорт. Здесь пальтошники одержали убедительную победу над любителями горнолыжных видов спорта. Все сделано для них, все ориентировано на них. Особняком стоят скиальпинисты. И в условиях высоких цен на подъемы и многочасовых очередей надеюсь комфортнее, чем остальные. Но обо всем порядке. Каспор Верх – одна из самых высоких точек в горах. Гора – это не самая высокая. Рядом расположена гора Свинница. Ее высота – 2301 метр над уровнем моря. Бытует мнение, что Каспро и Верх была популярна еще в 19 веке, как гранолыжный, извините, зимний курорт. Первое восхождение на гору было завексировано в 1890 году. Подъем на Каспро и Верх вагончик начинается от станции Кузницы. Добраться туда можно и на собственной машине. Но платные парковки с трансфером на мини-басе до кабин там дорогие и находятся в отдалении от входа. Говорят, что в 15 минут пешком есть платные парковки за 20 злотых день и условно бесплатные около входа. Но они стоят более 100 долларов штраф. Насколько я знаю, в Польше со штрафами особо не забалуешь. Не заплатишь – через границу обратно не выпустят. Но сам я лично не занимался проверкой данного предположения. Упить билеты можно тремя способами – заранее через интернет или в автоматах около станции. Это самый дешевый способ, но никогда не знаешь, когда погода будет хорошая. А для безопасности подъемники останавливают при силе ветра более 15 метров в секунду. Второй способ – это на месте в общей очереди. Но время ожидания высоких сезонов может составлять от часа до трех. Третий способ – это в отдельной кассе для так называемого спецобслужения. Там дороже, насколько я помню, на 10-20 процентов, может быть больше. Но при этом отдельная калитка и VIP-доступ в вагончик. В этом случае ты заходишь первый в этот вагончик, минуя большую длинную очередь и занимаешь наиболее комфортные места для съемки и осмотра видов, ландшафтов, пейзажей. Собственно, мы так и сделали, у нас так и получилось. Нужно учитывать, что при покупке билетов туда и обратно время нахождения наверху горы на Каспровой вверхе составляет не больше ста минут, а время работы подъемников с 9 утра до 16 вечера. Сама канатная дорога состоит из двух независимых участков общей протяженностью 4290 метров. Разница в высоте – 936 метров. На трассе установлено 6 опор. Скорость движения вагончика – 7 метров в секунду. Вместимость – 36 человек. За час проходит около 180 человек. Канатная дорога на Каспровой вверх начала строиться 1 августа 1935 года и строительство заняло около полугода. Это был первый подобный проект в Польше. С тех пор неоднократно она совершенствовалась в последний раз. Это было в 2008 году. С правой стороны по ходу движения можно увидеть деревянное здание горного отеля. А чуть ниже можно разглядеть комплекс здания монастыря Альбертинок. Над долиной возвышается вершина Гевонт. Ее можно сразу узнать по кресту, установленному на ней. На мышленицкой турне на высоте 1352 метра мы делаем пересадку. Следующий участок канатной дороги более крутой. В некоторых местах вагончик висит на высоте 180 метров. Стоит помнить, что температура здесь наверху в Каспровой вверх ниже чем в долине на 5-10 градусов. Когда мы были, температура наверху была минус 12, внизу чуть ниже нуля. На гребне проходят государственные границы между Польшей и Словакией. Здесь большое количество туристов как в обычную, так и в обутых лыжи. Даже горные. Есть кафе, туалеты, смотровые площадки. Ну, в общем, есть где погулять. Вот за это, собственно, и берут те самые злотые. На самом крайнем точке расположена метеорологическая станция, построенная еще в далеком 1938 году. В то время, если я правильно помню историю, и правильно я понимаю, Польша очень хищно посматривала на территории ныне принадлежащей Чехии и Словакии. Ним даже в тот самый 1938 год удалось захватить Тешинскую область. Но история пошла по другой спирали, и это здание так и осталось самым высококурным в Польше. В тот день, когда мы были, несмотря на хорошую погоду и от большого обилия снега, трассы были закрыты. Поэтому какое-то время нас заняло на то, чтобы найти какой-то проход-спуск. Но надо отметить, что самое сложное при спуске на самом верху, там был достаточно крутой спуск и достаточно большое количество камней. Сверху шел так называемый черный кусок, а ниже широкая красная трасса, на которой даже работали аэротраки. И у нас получилось проехаться по вельвету. Когда мы спустились вниз после красной трассы, то подъехали к подъемникам, к кресельным подъемникам, но они не работали. И судя по их плачевному состоянию, у нас вообще были сомнения, и они до сих пор, что они когда-нибудь откроются в принципе. Совсем непонятно, почему их не модернизируют. Хотя здесь снова можно вспомнить о победе пальтошников над любителями горного видов спорта. Очереди в кабине и так приносят стабильный доход, а собственно пропускная способность кабина ограничена. Далее нас ждали красивые зеленые дорожки в сосновом лесу, где бородистам периодически приходилось идти пешком. Вообще очень красивые места для прогулок и понимаю скалибь альпинистов. Здесь у них и свежий бесплатный воздух, куча здоровья и позитива. После спуска рекомендуем зайти в местное кафе, там готовят очень вкусный журик. Итак, после посещения Каспро и Верха мы окончательно закрыли для себя скопаны как центр горнолыжного спорта. И в последующие дни стали ездить на Бялко-Тачанско. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин